Приветствую всех, друзья! Продолжаем говорить о новостях и сегодня в выпуске. Дану Уайт официально заявил о том, что МакГрегор получит реванш с Хабибом, если он победит Дональда Сироны. Новые анонсы боёв, которые точно не оставят вас равнодушными. Сироны нацелены победить ещё пару рекордов в бою с Коннором и многое другое. Как всегда, поддержите этот выпуск лайком и мы начинаем. Как вы знаете, Дональд Сироны удержит множество рекордов в UFC и в поединке с Коннором он планирует обновить большинство из них. Об этом Ковбой рассказал журналистам на Медиа Дне. У меня наибольшее количество боёв в октагоне, и это будет 34-й, но это будет не единственный рекорд, который я побью. Я собираюсь обновить 5 или 6 в эту субботу, и я обязательно получу ещё один бонус за нокаут или сабмишн. Каждый раз, когда я захожу в октагон, я бью рекорд. Я бью рекорды, просто оставаясь самим собой. Разве это не круто? Когда я покину спорт, мне будет весело наблюдать, как все эти молодые бойцы пытаются превзойти меня. Так что сейчас мне нужно оторваться, чтобы максимально усложнить им задачу. Также Ковбой заявил о том, что и рассчитывает нокаутировать МакГрегор в четвёртом раунде. Лучший способ выиграть? Нокаут в четвёртом раунде. Я хочу проверить его и себя. Быстрые нокауты приносят вам славу. Но для меня славы намного больше, когда я отвечаю на вопросы в своей голове. Ты как дикарь прежь вперёд, делаешь шаг назад, пропуская удар, проглатываешь его и снова идёшь вперёд. Это сродни болезни, но мне это нравится. Для меня идеальный бой – это бой на встречных курсах. Почти как кулачный бой, рассказал Ковбой. Ну а мы двигаемся дальше. И эта новость точно многим не понравится. Ну хотя бы как минимум какой-то части фанатов Хабиба. Как вы поняли из названия, Дану Уайт сегодня объявил о том, что Конор, который очень давно просит реванш с Хабибом, в случае победы на Сироне, получит то, чего так хотел. И это несмотря на то, что команда Хабиба напрочь отказывается от этой идеи. Давайте же послушаем, что же Дану Уайт рассказал в интервью в одном из центральных телеканалов США. Для Дональда победа над Конором Макгрегором станет грандиозным событием в карьере. Она поставит его в ряд прецедентов на титульный бой. Победа Конора тоже станет важной. Он получит то, о чём просил. Можно сказать, что он до скрипа зубов говорил о матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым. Думаю, в этом нет никакого большого секрета. Если он победит в субботу, то получит титульный бой, который поставит рекорд по продажам трансляций в истории UFC. Куда же денут Джастину Гейджи, спросите вы. Так, по словам босса UFC, он не считает его следующим прецедентом. И даже пока не знает, куда деть этого бойца и с кем организовать ему бой. Вот такие дела. А в это время Макгрегор рассказал о желании провести бой ещё и с Тони Фергюсоном. Думаю, независимо от того, как пройдёт их поединок, я должен сразиться с ними обоими. У нас с Тони раньше были точки соприкосновения, помните? Он работал с нашим менеджерским агентством «Парадигм». О нём хорошо заботились. Он был одним из самых высокооплачиваемых бойцов в этом спорте, если не считать чемпионов. Однако мы с ним не совсем хорошо расстались. И я хотел бы когда-нибудь в будущем провести с ним поединок. И реванш с Хабибом мне, конечно, интересен. И я пытаюсь сделать так, чтобы он прошёл в Москве. Так что я их обоих держу на прицеле. Закончил Макгрегор. В общем, друзья, делитесь мнением, значит, всей этой истории. Поддерживаете ли вы позицию Дану Уайта? Ну а теперь перейдём к новым анонсам, которые точно многих заинтересуют. После долгого простоя и поражения от Комара Усмана возвращается в дело Тайрон Вудли. И теперь можно сказать, что слухи подтвердились, и его соперником официально станет Леон Эдвардс, который идёт на отличные победы из серии из восьми боёв. Бой пройдёт 21 марта в Лондоне. И знаете, полусредний вес как-то очень быстро на самом деле стал одним из самых конкурентных и интересных. Хорхи Масадель, Комару Усман, Коби Ковингтон, Тайрон Вудли, Леон Эдвардс и ещё много бойцов, которые подходят к топам. В общем, думаю, в ближайшее время нас ждёт ещё много-много интересных боёв именно из этого дивизиона. Ну и наконец-то ещё официально объявили следующий бой Израэля Адесани. Он будет защищать титул чемпиона UFC 7 марта в бою с Ромеро. Об этом заявил президент UFC Данно Уайт. Так что Ромеро предоставляется прямо очень хороший шанс, даже я бы сказал последний, чтобы под старость всё-таки попытаться стать чемпионом. Что думаете, друзья, кто победит? Сможет ли Ромеро остановить Израэля Адесани или чемпион ему не по силам? Ну а на этом хочу сказать спасибо всем тем, кто досмотрел этот выпуск до конца. Обязательно поддерживайте его лайком и подписывайтесь на мой канал, если вы вдруг всё ещё не подписаны. Всем пока!